Весь август тема города Лачин, а также сел Забух и Сус, которые до конца текущего месяца должны покинуть незаконно заселившие их армяне, остается главной не только в азербайджанских, но и армянских и международных СМИ. Несмотря на то, что Лачинский район был освобожден от оккупации еще 1 декабря 2020 года, тем не менее в самом городе Лачин и близлежащих селах продолжали жить незаконные переселенцы, в том числе с Ближнего Востока. Однако после того, как Азербайджан в рекордные сроки построил свою часть суперсовременной дороги в обход Лачина, стал вопрос о восстановлении контроля Баку над городом. И здесь наша страна в очередной раз проявила акт гуманизма, предоставив незаконным переселенцам достаточно времени для безопасной эвакуации. Калибр Аз ни одну статью и заметку посвятил тому, как армяне самым варварским способом уничтожают Лачин, Забух и Сус, предавая их огню и разграблению. Причем об этом не стесняются писать и армянские журналисты. Например, тот же Найри Ахикян, который рассказал о том, что в селе Забух имел место настоящий грабеж. Впрочем, нельзя сказать, что этот процесс начался именно сейчас, в августе, когда азербайджанская сторона официально известила и Армению, и российский миротворческий контингент о том, что незаконные армянские поселенцы должны покинуть этот район. Нет, ставшее уже второй натурой армянских оккупантов мародерства началось до августа 2022 года, когда армянской стороне стало понятно, что Баку управится со строительством новой Лачинской дороги, гораздо раньше оговоренного в пункте 6 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года трехлетнего срока. Впрочем, о таком сценарии предупреждал президент Ильхам Алиев еще 1 декабря 2020 года в своем обращении к азербайджанскому народу. «Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор, разработать маршрут нового коридора, соединяющего Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указанное время – в течение трех лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше – после определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам». Обратите еще раз внимание на дату обращения к азербайджанскому народу президента страны. Учитывая тот непреложный факт, что слова Ильхама Алиева никогда не расходятся с делом, у армянской стороны не было сомнений, что Баку действительно построит дорогу раньше 2023 года. И уже тогда началась подготовка к беспощадному уничтожению инфраструктуры Лачинского района, который нужно было освободить. В распоряжении «Калибрас» оказались уникальные снимки Лачинского района, сделанные из космоса. Одни снимки датированы декабрем 2020 года. На них здания еще в целости и сохранности. А вот фото той же местности, но датированной маем 2022 года. На них уже хорошо видны следы вандализма и мародерства армян. Те же дома уже либо разрушены, либо от них остались одни стены без крыш, леса сожжены, объекты инфраструктуры уничтожены. Конечно, мои мысли не допускали, что армяне ответят благородством на гуманизм Азербайджана, благо перед глазами до сих пор мерзкая картина их поспешного бегства из Кельбаджара. Не сомневаемся и в том, что напоследок они усеют весь Лачинский район минами, дабы замедлить процесс возвращения азербайджанцев в свои дома. Ну да ладно. Главное, чтобы исконные азербайджанские земли поскорее очистились от прошлого, незваного и чуждого элемента. Ждать осталось совсем немного, менее двух недель. Ну а далее Азербайджан не только разминирует территории, но и заново их облагородит. И, надеюсь, уже скоро в Лачин, Забух, Сус и прочие населенные пункты Лачинского района вновь вернется тихая и размеренная жизнь, а во дворах зазвучат звонкие детские голоса. Ведь в родные места вернутся их истинные хозяева. Субтитры создавал DimaTorzok